Всем привет, друзья мои, с вами снова Костя, и сегодня, как я и обещал в предыдущем видео, я буду пробовать Honey Butter Chip. Эти чипсы стали настоящим явлением в Южной Корее, потому что все почему-то в один момент захотели их попробовать, купить, и даже были такие казусные ситуации, что в магазинах просили покупателей покупать только по одной пачке этих чипсов, потому что они очень быстро заканчивались, и было много людей, которые пользовались этим, и покупали много, и потом перепродавали где-нибудь на сайтах их дороже. Поэтому одно время их было сложно найти, и мне кажется, поэтому они стали такими дорогими, потому что они стоят примерно, если перевести, я прочитал, 2 доллара 15 центов, что довольно дорого для обычных чипсов, хоть и таких популярных. Ну, а некоторые магазины, как магазин рядом с моим домом, нашел такой способ, он прикрепляет пачку чипсов в какой-то ненужной фигуре, как вот, например, эти крекеры с сыром, которые я бы никогда не купил, наверное, по собственному желанию. Но, чтобы заполучить эти чипсы, можно пойти не такие жертвы. Их получилось где-то 4 доллара. Такой тандем стоил 4 доллара, поэтому для вас я попробую эти чипсы, потому что, во-первых, мне кажется, они будут очень вкусными. Во-вторых, некоторые люди уже просили в комментариях попробовать эти чипсы, потому что эти чипсы делают людей популярными. Кто-то пишет в Твиттере или в Инстаграме, фоткает себя с этими чипсами и сразу все начинают ставить им лайки, распространять эту информацию. Даже я видел у Виктора Анны, который сейчас живет в России, наш знаменитый российский атлет, ему прислали скорее целую коробку вот этих чипсов. Вы совершенно очевидно, вот смотрите, у нас есть фотографии, вот, я прошу вас прокомментировать вот эту фотографию. Что она означает, пожалуйста, вы... Это карийский чипс. Это в Корее очень известно. О, мой дождь. Вот. Выглядит как обычный чипс. Обычные, ничем не выдающиеся чипсы. Попробуем. На самом деле, очень похоже на какие-то оригинальные чипсы Лейс, наверное. Ну, такие с солью. Но послевкусие немножко такое сладенькое, да. Ну, что-то не понимаю, почему все вокруг этих чипсов так начали... Ну, такое движение, потому что где-то год назад они появились, и компания сказала, что они работают, даже перерабатывают по часам, и все равно им не хватает для поставок, потому что все поставщики, они все раскупают сразу. И они говорили недавно, что открыли вторую фабрику. Реально, я не знаю, может быть, у меня что-то не так со вкусовыми ощущениями, но для меня это как оригинальные чипсы Лейс. Но с небольшим таким сладковатым послевкусием, я бы так сказал. В общем, мне кажется, все эти интриги и весь этот шум вокруг этих чипсов, он немножко, мне кажется, стимулировался самой компанией, которая называется Кальди. Потому что я видел очень многие звезды, говорили, что эти чипсы со мной делают, я не могу. Ну, или я человек такой, не подверженный рекламе, мне кажется, что эти чипсы обычные. Многие звезды, возможно, компания, это какой-то теневой заговор, что компания платит каким-то звездам, и они нахваливают эти чипсы. Но на самом деле, вот я говорил, год назад появилось, и вот в последнее время я начал смотреть и замечаю, что в моем магазине довольно много этих чипсов сейчас было. И как бы значит, что люди их так не разбирают с полок уже, потому что прошел год, возможно, никакой тренд, ни один тренд не может быть вечным, и эта компания уже, может быть, съехала со своего пика популярности, и, возможно, они даже зря строят эту вторую фабрику для производства своих чипсов. Ну, в принципе, это их дело. Я не скажу, что они невкусные, просто для меня, ну, как бы я раньше не любил очень чипсы, там, с крабом или, там, со сметаной и луком, экстрел, если я не ошибаюсь, и для меня те чипсы были гораздо вкуснее, чем вот эти, например, потому что у них не такой ярко выраженный вкус. Грамотный маркетинг, друзья мои. Я не стану доедать эту пачку, потому что в ней много жиров, и я как бы на диете сейчас. Если бы они были супер вкусные, конечно, у меня был бы соблазн съесть, но, скажу я вам, меня эти чипсы не поразили, но, возможно, кому-то из вас они понравятся больше, чем мне. Оставляйте в комментариях, пробовали ли эти чипсы, хотите ли вы их попробовать, если пробовали, и они вас поразили до глубины души, напишите, какие именно свойства этих чипсов вас поразили. Возможно, я не такой чипсовый сомелье, чтобы судить о чипсах. Возможно, люди, миллионы людей, которые покупают эти чипсы за 2 доллара и 15 центов, знают что-то гораздо лучше меня. Ну, чтобы это видео было не таким коротким, давайте попробуем, и тем более я проголодался, давайте попробуем то, что прикрепили мне к этой пачке чипсов, не выбрасывают же это. Большая коробка крекеров, я не знаю, что мне с них делать потом. Надо было кому-то подарить, но я ее уже вскрыл. О, прикольно! Целая коробка вот таких небольших, маленьких крекеров, отдельно запечатанных. Ну, давайте вскроем один. Это хорошо, с одной стороны, потому что они будут долго у меня храниться, и, возможно, когда я уже не буду с этим диете, я позволю себе рассыпаться и попадать на пол. Ну, в общем, суть в чем, это крекеры, и у них сырная... Это три крекера, и у них между этими крекерами сырная какая-то начинка. Блин, звучит, в принципе, слезнительно сырная начинка. Что-то мне подсказывает, что эти крекеры понравятся мне больше, чем эти чипсы. Да, друзья, я был прав. Эти крекеры офигенные. Короче, два разных слоя между тремя крекерами. Потом крупным планом сниму. И самый кайф, что, по-моему, один из них это какое-то масло, а второй слой это сыр. Какой-то сладенький такой. И сами крекеры очень вкусные. Не твердые, такие хрустящие. Ну, знаете что, друзья? Я не жалею, что понравилось 4 доллара на эти чипсы, потому что крекеры гораздо круче. Вот так забавно получилось. Снимал видео о каких-то популярных, супер популярных чипсах. И понравилась мне больше какая-то фигня, которая была прикреплена к ним. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, нажмите большой палец вверх. Если вы только-только наткнулись на мое видео, случайно вы искали там Honey by the Chip, то подписывайтесь на наш канал. Тут много интересного. Я надеюсь на то, что это видео было для вас аппетитным, интересным. С вами был Костя. И увидимся в своем следующем видео. Пока! Всем привет, друзья мои! С вами снова Костя. И сегодня я хочу поговорить с вами о трудностях, с которыми вы можете столкнуться здесь, в Южной Корее. И сразу скажу, наверное, если вы приезжаете сюда как турист на 2-3 недели, то, возможно, вы не столкнетесь с этими проблемами. Но до встречи